Итак, Москва, Иркутск, Листьянка, 14 серия. Чуть позже отвечу на вопрос, который поступил от пользователя Каспер Кейт. Сейчас по телевизору передали, что в Воронежской области на трассе М4 произошла жуткая авария. Столкнулись два автобуса. Один стоял на желтой обочине. А второй, судя по тому, что в него врезался, по ней двигался. Вина обоюдная. Но погибло очень много людей. Погибло пять человек. Кошмар, конечно. Вот оно, движение в темное время суток, ночью. Не дай бог, конечно. Итак, отвечаю на сообщение Каспера Кейта. Пишет. Автор. Я хоть и оптимист, но если создать сайт в Китае, да еще платно, это не очень хорошая идея. А вдруг вашу программу закроют китайские власти? Китайцам все равно, как Россия выглядит. Они думают, Россия выглядит, как обычная современная страна. Китайцы, они считают, что живут круче всех в мире, потому что у них есть скоростные поезда и очень мощно развит рынок недвижимости. У вас на канале Видео Дорог России просмотров очень мало, а в Китае, может, вообще никто не будет смотреть. Хотя все возможно. Но идея о том, чтобы создать ресурс на китайском интернет-пространстве, возникла после того, как я пообщался... Есть у меня приятель из Поднебесной, который длительное время уже живет в Москве. Он случайно увидел мои видео. И реакция была положительная. Это ничего не сказать. Впереди камера. Ограничение 90. Был восторг у него. И вот на эту тему стали разговаривать. И вот возникла идея разместить этот ресурс на китайском сайте. Или пока еще в стадии размышления этот вопрос. Чем он хорош? Тем, что в последние годы очень большой поток китайских туристов в Россию. И в основном они едут или на поезде, или летят самолетом. В основные города такие, как Москва, Санкт-Петербург, города Золотого Кольца и все. Ну а это по сравнению с масштабами России, это практически... Ну, несколько процентов, наверное, составляет. Совсем другое представление о России возникает после того, как проедешь на автомобиле по этим просторам. И посмотришь на красоту окружающей среды. Ну а если... Получит развитие авто, туризм, то проехать от Пекина до Мурманска, например, и обратно, это впечатление на всю жизнь, незабываемое впечатление. Как для российских туристов, автомобилистов, так и для любого гражданина любой страны. Вот это основная идея продвинуть туристический бизнес в России. Если посмотреть на трассу Амур от Хабаровска до Читы, то можно увидеть, что... Движение там достаточно слабенькое. Слабая интенсивность движения, естественно, слабая инфраструктура. Ну а если будет в этом направлении развиваться индустрия туризма, то, естественно, и инфраструктура резко разовьется. И трасса оживет. Ну а закроют ресурс в Китае, ну, может быть, параллельно будет создан ресурс в России на каком-нибудь сайте. Закрыть закроют. Ну, пусть закрывают. Делов-то. Еще чем привлекателен этот проект, то, что комментарий будет на китайском языке. Это совсем другое восприятие трассы, когда слушаешь комментарий, информацию о трассе на языке, который тебе понятен. У вас на канале видео дорог в России просмотров очень мало. Ну, вот у меня есть возможность, как у автора канала, открыть функцию аналитика. Вот я открыл сейчас эту страницу, где могу просмотреть информацию о просмотрах, ну, например, за август месяц. Статистика такая. Время просмотра в минутах составляет 112 528 минут. Так, а где просмотры у меня? Сейчас, минутку. Так, время, я уже сказал, 112 528 минут. Просмотры за август месяц составил 21 052 просмотра. Это за август месяц. за последние 28, за последние 30 дней. Время просмотра 111 857 минут. Просмотры 21 077 просмотров. Ну, вот такая вот статистика. Она вещь упрямая. Тут никуда не денешься от нее. У меня есть много много разделов. И время просмотра, и отчета о времени, и удержания аудитории, демографические данные. Вот места воспроизведения. Сейчас посмотрим, где это смотрит. А, на проигрывателях. Так, места просмотра. Ну, в России 81, 82, 73 процента. Потом идет Украина. Эстония. Индонезия. Казахстан. Беларусь. Азербайджан. Германия. Соединенные Штаты. Словения. Республика Корея. Греция. Грузия. Вот те страны, которые смотрели это видео за последние 30 дней. Ну, как видно, здесь нет Китая. По понятным причинам. Тут опять к вопросу о том, что мало просмотров. Ну, аудитория делится на несколько категорий. Одна категория просто смотрит на работе, где-то может быть дома в свободное время. Ограничение 60. Ограничение 60. с интересная статистика вещь. Чем дольше ролики находятся на ютубе, тем выше, тем выше число просмотров. это говорит о том что видео востребовано и актуально если например посмотреть статистику по каждому конкретному видео то вот например лидеры просмотров занимают первые места такие как мошенники на трассе 2 омская область число просмотров 561 1779 мошенники на трассе 3 лица крупным планом 441 455 просмотров каскадер за рулем 264 147 мошенники на трассе 1 челябинская область сто восемьдесят семь тысяч девятьсот тридцать три просмотра поэтому утверждать что очень мало просмотров я бы не был таким категоричным кстати вот на этом в этой серии да давно уже еду конечно единственного сейчас не могу сказать давно указатель не было где еду в этой серии не очень много битых файлов ну видео картинка сохранилась слава богу то что провода пропадает аудио комментарии аудиозвук хорошо что сохранилась сохранился видеоряд вот так что продолжаю отвечать насчет видео отметил ну я не страдаю от того что много или мало просмотров кому нужно целенаправленно те смотрят скачивают видео у меня есть информация сколько раз его скачали вот какая аудитория там можно посмотреть по возрасту по полу ну то есть раздел аналитики дает полную картину состоянии аккаунта ну а платный канал это для того чтобы ну во первых там будет я думаю совсем другое качество во вторых видео будет полное без ускорения в третьих надо будет платить за хостинг поэтому придется брать какие-то деньги за это ну а то что в китае будет пользоваться на спросом у меня например нет сомнения время покажет время покажет ну вот кажется более-менее развернуто ответил на вопросы на вопрос который поступил теперь буду стараться привязывать картинку к реальному аудио с правой стороны недалеко от трассы проходит железнодорожная ветка ближайшие населенная пункта но это далеко впереди убинское 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 населенный пункт убинская трасса r-254 движение в сторону новосибирска на водитель не очень разговорчив так скоро будет правый поворот это вот населенного пункта убинское железнодорожная станция в этом населенном пункте так с правой стороны озера но тут к сожалению название на карте не указано условия движения вполне комфортно и интенсивность движения средняя средняя так это кратковременная остановка лиза летает на самнах на остановке улетает нас там нас на остановке Вообще, это бич. Это бич в Сибири, бич-трасса в Тюменской области особенно. Там вообще кошмар, что с этими кровососами. Попутчик, попутчица. Попутчик. Люди попали в историю. Я думаю, надолго. Это в салоне автомобиля. Их ожидают в гости. Они все рвают, снижаются. Давайте назад, пол 60, я не могу. Так. Все там сзади не осталось? Три штуки. Три еще. Да, ну это шестная штука была. К сожалению, пропал звук на видео. Но это биты файлы. Как хорошо, что картинка сохранилась. Трасса R254, Иртыш. Движение в сторону Новосибирска. С правой стороны, недалеко от трассы, безымянные озера. Ну, наверное, название есть у них. Просто на карте не отражено. Нет названия. С правой стороны, вплотную к дороге, подходит железнодорожная ветка, соединяющая Омск с Новосибирском. Ну, естественно, с дальнейшим развитием, скажем так. С левой стороны, от дороги недалеко, группа Озер. Но тоже они без названия. Название, наверное, есть, но на карте они не указаны. Примерно 3-4 километров с левой стороны. Населенный пункт Ермолаевка. Судя по размерам, довольно-таки крупный населенный пункт. Погода изумительная, облачно. Отличная видимость. Солнце не слепит. С правой стороны сбоку. Вот обычный пейзаж на трассе Омск-Новосибирск. Такие вот рощицы, деревья, лиственный лес. Так, что еще тут у нас? Ну, с левой стороны примерно 2-3 километрах. С левой стороны сбоку. Далеко впереди, правда, озеро. Озеро под названием Карган. Ну, вот этот очередной файл. Номер 47, 10-минутный. Ну, вот, хорошо, что картинка сохранилась. Оригинального аудио нету. Кстати, вот многие поездки, сколько я себя помню, никогда ни одной поездки не было, чтобы что-то не произошло. Я имею в виду аппаратуру. То разъемы для питания, вспомогательного оборудования. То проблемы с радиостанцией, то с навигатором, то с видеоредактором. Ни одной поездки, как не помню, чтобы прошло без таких вот небольших приключений. С правой стороны, напомню, железнодорожная ветка. И населенный пункт Каргат. Ну, и возьму на себе смелость сказать, что это железнодорожная станция. Насколько хватает карты ни слева, ни справа населенных пунктов не вижу. Ну, далеко с левой стороны, сзади осталось озеро Утиное. А, Убинское озеро. Озеро Убинское. Довольно-таки крупное, больших размеров. Но это уже с левой стороны, далеко позади. С правой стороны, согласно карте, заболоченная местность. Надо полагать, рай для охотников. Трасса Иртыш. Движение в сторону Новосибирска. Аудиодорожка не восстановилась, к сожалению. Ну, хоть посмотреть на картинки можно будет. Да, здорово подвел видеорегистратор на этом маршруте. Мало того, что занимает много времени поиск битых фрагментов, так еще и аудио пропадает. Вот обычный пейзаж. Обычный пейзаж участка Омск, Новосибирск. Напомню, что с правой стороны по ходу движения будет поворот на населенный пункт Каргат. Это железнодорожная станция одновременно. По дорожным знакам, по указателям, можно будет определить правый поворот к станции Каргат. Далеко впереди справа Кокошино, населенный пункт. Ну и железнодорожная станция одноименная. Напомню, что с правой стороны вдоль трассы тянется железная дорога. Ну, если аудио не восстановится, то, наверное, дальше будет сопровождение музыкальное. К счастью, восстановилось. Впереди камера. Ограничение 90. Я в прошлой серии уже говорил о том, что участок Омск, Новосибирск, дорога вполне комфортная. И если создается впечатление, что она безконтрольна, без надзора, то это ошибочное мнение. Очень много скрытых камер, установленных вдоль дороги, как в спину, так и встречные. Так что, двигаясь по этому участку, будьте крайне внимательны. В основном за скоростным режимом. . . . . Субтитры сделал DimaTorzok Мобильная связь более-менее устойчивая Дальнюю поездку Было бы неплохо иметь двух операторов Две сим-карты На мой взгляд, самый лучший оператор по России Это Мегафон Тестировал и МТС, и Билайн Но у них роуминга практически нет Если есть, то очень плохой От Билайна я отказался Во-первых, отношение у Билайна К своим абонентам Очень плохое И как я в последнее время слышу Многие абоненты покидают Билайн Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Поворот... Продолжение следует... 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 где мотель и кафе с заправкой там правда не было раньше. Комментарий немного не совпадает. Кстати от Чулыма до Новосибирска на этом участке достаточно много точек где можно остановиться слева и справа по ходу движения. Ориентироваться можно на автобусы. Практически постоянно какой-нибудь из автобусов стоит междугородное сообщение. Туристические автобусы. Там можно остановиться, отдохнуть. Не знаю увижу я это на трассе или нет, но примерно за 100 километров до Новосибирска. С правой стороны будет стоянка довольно таки большая, грунтовая, грунтовая как щебенка, не асфальт. Там сможете в полной мере ощутить период Советского Союза, когда отношения официантов, обслуживающего персонала, скажем так, клиентам, как в Советском Союзе было. Типа у вас много, я одна. Ну это так, как экзотика. Может быть что-то изменилось за последнее время. Ну я там не останавливался. Один или два раза останавливался там купить что-нибудь. Там и магазин есть, и кафе. Ну скажем так, полный спектр услуг. И баню можно, душ принять. Плохо то, что заправочная станция на противоположной стороне от дороги и сплошная полоса. То есть, чтобы заехать на заправку, нужно проехать эту стоянку, найти место разворота, вернуться назад, заправившись, снова выйти на трассу, повернуть направо, уехать. Бог знает, с правой стороны по ходу движение населенный пункт, кабинетная, но одновременно и железнодорожная станция. Интересное название кабинетная. Трасса Иртыш, участок Омск, Новосибирск. Маршрут Москва, Иркутск, Листвянка. Подъезжая к Новосибирску, это вам для ориентировки, будет стоять дорожный указатель направо, Новосибирск. Налево это будет объездная дорога, по-моему, Северный обход называется. Тот, кто не хочет потерять время, советую ехать по объездной дороге. И сразу попадаете на участок Новосибирск-Кемерово. Мы Customs Модельск. Погнали в б这里. Вещественное статус. Продукт Перемия. С левой стороны озеро Сиркинское. Вместо заболоченное с левой стороны к озеру не подойдешь. Но это будет вплотную к дороге, наверное видно будет. Нет, не про рыбнул, но раньше имел, сейчас уже нет, года два. Да, ничего. Да, хорошо, спасибо. Спасибо за просмотр! С левой стороны вроде бы не видно, но на самом деле заболоченное место, примерно в километре от дороги начинается озеро, но к нему не пройти ногами. На карте по крайней мере указано, что там болото. Напомню, что с правой стороны на разном расстоянии проходит железная дорога. Видно с правой стороны небольшие болото. Помню, когда шло строительство этого участка от Новосибирска до Чулыма было очень много аварий. Даже на более ранних видео эти моменты запечатлены. маршрута Москва-Новосибирск. Новосибирск-Москва. Это можно увидеть. Подходит к завершению 14 серия. Впереди камера. Ограничение 70. Впереди камера. Девочки приятные. С правой стороны населенный пункт Дуплинская. Новосибирск. Совсем близко к километрам. Впереди камера, по-моему, 70 к нему. Ну, примерно так где-то. Ну, в следующей серии, дай бог, файлы будут нормальные, там. Это будет Новосибирск. Ближе к Новосибирску. Ну, опять-таки, в следующей серии, наверное, строительство магистрали. Широкая дорога. По несколько полос в каждую сторону. Я думаю, мне так кажется, что это будет магистраль, соединяющая Новосибирск с Омском. Я на этом комментировать заканчиваю. Есть вопросы? Пишите. Осталась примерно четвёртая часть маршрута. Постараюсь на все вопросы ответить. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...